Да, да, есть С добрым утром Спасибо большое Расскажи нам, пожалуйста, несколько историй Из своей жизни Чем ты занималась раньше И чем ты занимаешься сейчас И что ты изменила В этой ситуации Хорошо, хорошо Спасибо большое, Юрочка Всем привет, добрый день Доброе утро, у кого как Марина Погорелова, Одесса Я хочу, наверное Разделить свою жизнь на три этапа Первый этап Это этап, как мы Обучались, обучаемся, идем Куда-то в институты Ну, кто-то выбирает Свой жизненный путь, так же и у меня Я в свое время, в 80-м году Знаете, как с боем Шла в тот университет Который хотела я, потому что родители Хотели мне другую жизнь, а я С боем шла в этот университет И, к сожалению, так получилось Очень много всем подсказывала И мне не хватило полбала Мне снизили балл за подсказки И я в тот институт не поступила Что же делать, да? И пришлось искать такие моменты Чтобы я осталась в этом институте И я нашла Я поступила работать уборщицей В этот институт И у меня первое, что написано В моей трудовой книжке Уборщица корпуса номер один Ну, хотя я и проработала всего месяц Потому что я потом, как бы, меня заметили И я работала уже помощником коменданта Но вот так начиналась моя жизнь Но зато я уже знала, что папа с мамой Не будут меня направлять в другое место А я останусь в этом институте И вот так в 80-м году, как я зашла В этот университет И, в общем-то, до 20-го года Я славно там трудилась Я любила свою профессию Я гидролог по образованию Я закончила аспирантуру Защищалась, то есть преподавала Мне нравилось работать со студентами Как говорили все Ты возишься с ними Ну, это здорово Потому что, вы знаете Вот такая доверительная связь с ними Они тебе все рассказывают Ты решаешь все вопросы, какие у них есть И они ходят на занятия С удовольствием принимают то, что ты им отдаешь И, конечно, кроме этого Мне всегда интересовало, что А что сегодня у нас в мире Изучала, какие сетевые Работала на седьмом километре Потому что были лихие 91-е года Когда зарплату не давали А хотелось детей воспитывать И давать им как бы то, что хотелось дать Те обучения, те кружки Одеть, обуть Конечно, был седьмой километр Наш знаменитый километр в Одессе А в шестнадцатом году я познакомилась с Меркурием Познакомилась с Галиной Денисенко Я очень благодарна ей, что я попала к ней И обучение, подсказки Но в то же время у меня же параллельно был мой институт Я в нем работала, я горела Я жила этим университетом Как Галя говорит Ты что там, иночуешь? Как не посмотрю, ты вся в работе Ну да Но, вы знаете, когда я ближе познакомилась С Меркурием Я думаю, а что я делаю вообще? Почему я вот провожу больше времени Там, а не здесь? Я, конечно, четыре года Это у меня ушло на то, что я параллельно шла В институте сидела на двух стульях Но все-таки двадцатый год Это вот второй этап Он был более переломным Когда я все-таки решила, что Марин, ну что-то нужно решать Потому что, да, потихоньку росла команда Да, мне все нравилось Мы проходили свои этапы роста, обучения И в двадцатом году я написала заявление И просто ушла с университета Вы знаете, все были в шоке Куда? У тебя же нет пенсии Ты же в университете У тебя же, ну, знаете как Престиж, проректора Защищенная Все вроде бы есть Но, но Вроде бы есть, но его не хватало Не хватало вот этой свободы Что ты хочешь куда-то поехать Что-то посмотреть И написано заявление Я ушла Правда, они мне дали еще подумать Они сказали, ты, Марина, переработалась? Летом отдохни У нас летом обычно каникулы А в августе придешь И все-таки напишешь заявление Что ты дальше работаешь в университете Ну, я пришла в августе и сказала Нет, ребята, я с вами не иду дальше Ну, знаете, за все это лето Сколько было звонков Я себе столько узнала Как в рамочку можно меня было повесить Что я и такая, и такая И зачем ты уходишь? Без тебя плохо И в 20-м году была встреча в Гребовке Вот такая большая встреча Воезная Я уже туда ехала Свободным человеком Вы знаете, вот когда я приняла решение Я все-таки год в год В течение года решала Уходить, не уходить Писать, не писать И вот я его написала И поехала я на встречу Под Киев Сирина, Ирина организовывала встречу Вот это другое уже было ощущение Ощущение полета Что я могу многое И эта встреча была колоссальная Столько познакомились мы с лидерами Первый раз, как это, вживую Передавался опыт Были разные обучения Просто разговоры на природе Потому что это было красивое место Там же познакомилась с Мариной Борщ Мы жили в одной комнате И потом в дальнейшем Я очень радовалась Вот ее результатами Думаю, ну классно А себе думаю, ну я же так тоже могу Да, и вы знаете После того, как я ушла с института У меня совершенно по-другому Начали расти команда Приходили люди Какие-то мы встречи делали И мне так это все нравилось И самое главное Что я понимала Что я здесь могу Хочу поехала в этом месяце Туда-то Хочу туда-то Потому что раньше в институте Даже при деньгах Ну можно было собрать Там за несколько месяцев Но ты не можешь себе позволить Выехать, например, в учебном процессе Потому что у тебя студенты Здесь можно все И вот Вы знаете Вот я не знаю, как это сказать Вот счастье Вот счастье, что я правильно Сделала решение Поездка в Таиланд Вы знаете Ну честно скажу Ну я бы, наверное, себе Не позволила ее раньше А тут просто Просто Это Варшава Это Белая Церковь И вот это все проходит Знаете С таким удовольствием И ты уже не думаешь о деньгах Действительно не думаешь А просто Они у тебя есть всегда И на все У тебя хватает денег И правильно сегодня Ира сказала Это благодарность Я утром встаю И благодарю Продаю Благодарю себя Что я когда-то Приняла правильное решение Благодарю Своих учителей Галину Ирину Веру Благодарю Нашего Создателя Потому что Без него Вот не было Всего того Что мы сегодня имеем И даже Вы знаете У меня такой Небольшой казус был В Варшаве Когда я ехала Утром В гостиницу Ну не знала Сколько стоит Но я села В такси И в таком Шикарном такси Ехала И конечно Он с меня взял Намного больше Но Я была готова Ему заплатить больше Но он взял Намного больше И потом мне Вера говорит Да Отпусти просто ситуацию Вы знаете Я ее отпустила И буквально Четыре цифры Буквально Вселенная Я ее поблагодарила Я выиграла Лото И сегодня Вот это вот Третий этап С первого марта Меня назначили Топ-лидером Вы не представляете Как Я вот просто стояла И плакала Почему Потому что год назад Ирина говорила Лидеры Вот есть возможность Пойти в топ-лидеры Кто Мы посмотрим Кроме желания Значит мы посмотрим Как вы развиваете команду Я тогда подумала Нет Я еще не достойна Я Вот Галя у меня топ-лидер А я около Галя Я еще учусь Но вы знаете Когда Ира Первого марта Сказала Что У нас есть Восемь человек Мы назначаем Топ-лидеры Вот ощущения Были совершенно Другое Тебя увидели Увидели Как ты работаешь И назначили И Я не могу сказать Что я стала Как-то по-другому Работать Я так же работаю Я так же общаюсь С людьми Но Вот Какая-то такая Еще ответственность Я даже больше Понимаю сейчас Когда Нам Галя говорит Пишите правильно Делайте вот это правильно Я сейчас понимаю Иру Которая На зарядках Нам рассказывает Как нужно Чтобы у нас Все было хорошо Вот это вот Проходит уже Более Знаете Как так Более осознанно Что ли И я Благодарю всех ребят Которые сейчас приходят Вы знаете Приходят люди Совершенно другие сейчас Не знаю Может быть я Поменялась Но люди приходят Более такие Открытые Осознанные Они уже знают Что они хотят И вот это Самое важное Когда тебя Пускай 24 часа Но тебя Дергают Звонки Это значит Ты кому-то нужна И ты отдаешь Это И ты видишь Какие плоды Люди Создают команды Они уходят От долгов Они радуются Поездками Вот сегодня Мы говорили Что у вас Произошло У меня тоже На этой неделе Я тоже Я тоже была В зубном кабинете Я когда Уходила Я говорю Спасибо Меркурий Она говорит Не поняла Я говорю Вы знаете Вот то Что я у вас Была два дня И все эти процедуры Может быть Не каждый Сегодня может Позволить Я сегодня С удовольствием Принимаю От вас Здоровье Для моих зубов И радуюсь Этим Я купила Уже билеты На Турцию И вот Эта свобода Действительно То что у тебя Работают потоки Работает Четыре платформы Ты передаешь Это людям Это очень много На сегодняшний день Потому что Мы действительно В такой семье Счастливой семье И Все вот эти моменты Вспоминаешь Вот эти три этапа жизни Да Ну просто благодарю Благодарю Что я Познакомилась В шестнадцатом году С таким прекрасным Человеком Как Галя Денисенко И я узнала Что сегодня Можно жить по-другому И не надо Ждать пенсии Которая будет Или не будет У человека А просто Приходить И делать Вот то Что ты слышишь Просто делать И Вы знаете Оно как-то Вот получается так Что ты открываешь Утром кабинет А там больше Думаешь Боже Я сегодня Вчера Может быть Я такие взносы Еще думала Ой А как же дальше Но сегодня Тысяча двести Тысяча шестьсот Быстрые потоки Для Турции Да Я открыла Спокойно Я знаю Что завтра Будет уже И две И шесть Открыт поток Потому что Потому что Все идет легко И потому что Мы как бы Друг другу помогаем И сегодня Люди Вот уже в команде Плюс три майнера Приобрели Уже хочется Им самим Посмотреть А как это Токены Завел А получил Екармсы Ну и сегодня Тоже уже назначила Много встреч Много встреч И вот знаете День проходит Так легко И даже незаметно И ты не устаешь Потому что Наверное Ты В том месте Вот в счастливом месте Любимое Любимое дело Чем ты занимаешься Я очень благодарна Ирочка Тебе за эти зарядки За обучение Потому что Настолько они дают С утра тебе Такой заряд Даже если Знаете Ну бывает Плохая погода Думаю Не хочется никуда выходить Но услышишь голос Иры И она Тебя так мотивирует Ты просто думаешь Господи Да это все ерунда Вот тебя же люди ждут Поэтому Не знаю Я хотела Немножко о другом говорить Но вот Взяла слово И видно Вот на этой волне На этой волне Вот то что сказала То сказала Но Изменений в жизни Вот самой Во мне Произошло много Вот эта легкость Действительно И Желание Я даже не знаю Желание Как можно больше Чтобы людей узнала Я и так много говорила Но сейчас Вот хочется просто выходить И каждого брать за руку Ты что еще не знаешь Что Вот есть Такое место Где ты будешь счастливым Потому что Ну люди Такие хмурые ходят Хочется Поделиться с ним Этим Что имеется Сегодня у тебя А люди иногда Даже сейчас И спрашивают сами Что такая счастливая В такое время Глаза у тебя блестят Да потому что Я Я здесь Я в Меркурии Я с вами Ну вот Вот так Немножко Ирочка На такой эмоции Марина Благодарю тебя Всем нам Невозможно Все В один раз Сказать То что мы хотим Сказать Но мы всегда Говорим То что Всем нам нужно Именно в этот момент И ты сказала Очень нужные Для нас слова Благодарю тебя И знаешь Вот особенно Вот А что Что это Погода Это все ерунда Там люди ждут Это просто Это прямо В сердце Это Знаете Ребят У Марины Очень большая Интернациональная Команда Я когда Посмотрела Страны В скольких Странах У Марины Уже команды И я Так я думаю Ого Ух ты Мариш Вот как Так получается Буквально Там можешь Там нам Очень коротко Если хочешь сказать Как так получается Что у тебя люди Вот в разных странах Где ты их берешь Или ты сама К ним выходишь На связи Или там Как-то они тебя находят Вот как Ну Хочу сказать Что у меня Конечно Пришли такие люди Вот как Таня Блинковская Да Это просто Знаете Звезда Это Не знаю Мотор такой И конечно От нее Очень много Потянулось Людей С разных Разных Стран Это первое Второе Конечно Это мой теплый Ну теплые контакты Люди просто Разъезжаются Сейчас разные страны Укореняются Там Но у меня остается С ними Может быть Когда-то мы с ними Мы общались Я начинаю Звонить Люди Есть Которые Приходят Ко мне С интернета Но Какие люди Они когда-то Услышали О Меркурии Да Они заходят На наши странички Читают И где-то Услышали Меня Я что-то писала И они просто Стучатся Говорят Марин А вот ты там Сказала И так завязывается У нас разговор И вот сегодня Развивается Казахстан Это человек Холодный контакт Действительно Она ко мне Постучалась Сама Она говорит Я вот слышала Тебя Я хочу с тобой Познакомиться Развивается Казахстан Сегодня мы говорили С Израилем Тоже когда-то Мы с ней общались В интернете Даже не помню По каким вопросам То есть Люди Когда у вас Были В общении Может быть На каких-то Соцсетях Вы их просто Не забывайте Вы постучите Спросите Как Как они живут Сегодня И потихонечку Потихонечку Будете как бы Налаживать Вот те Контакты Когда у вас Были Может быть Вы просто Знаете Как есть Слово такое Болтали Да В интернете Просто Ни о чем А вот Сегодня Вы можете Им предложить Ну вот И я Куда бы ни ехала Я конечно Стараюсь Заговорить с человеком Я люблю Ездить Вот если это Недалеко Автобусом Потому что Всегда кто-то Сидит рядом Да Вот автобус Сейчас комфортабельное Вот была поездка Сейчас в Варшаву И всегда Какой-то есть человек И всегда Заводишь разговоры Просто о жизни А уже потом Уже начинаешь Что-то рассказывать О себе Я никогда В дороге Сразу Не рассказываю Меркурия Я просто Общаюсь с человеком Ну и вот так Потихонечку Потихонечку Мы расширяемся Ну Вот именно Рассказываешь о себе Конечно И человека Это вводит Сразу в шок Как такое возможно Потом Да вот Все очень просто Вот тебе Меркурий Меркурия Рассказывай